Всем привет! В эфире Универновости, а в студии Данила Васильев. Используя метод молекулярно-лучевой эпитаксии, ученые Института физики Казанского Федерального Университета, совместно с коллегами из Московского физико-технического института, впервые вырастили эпитаксиальные тонкие пленки сплава палладий железа с непрерывно контролируемым распределением магнитной примеси по толщине. Исследования показали, что, задавая профиль распределения в таких градиентных магнитных материалах, при их синтезе можно управлять спектром стоячих обменных спиновых волн. Работа опубликована в специальном выпуске американского журнала Journal of Vacuum Science and Technology A. Исследования были выполнены на базе научно-исследовательской лаборатории гетероструктуры для посткремниевой электроники Института физики Казанского Федерального Университета, созданной в рамках программы «Приоритета 2030», главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории академиком Академии наук Республики Татарстан Ленаром Тагировым. Научная работа проводилась в рамках поддержанного российским научным фоном проекта исследования спиноволнового резонанса в эпитаксиальных пленках сплавов палладий железа и палладий кобальт с заданным профилем концентрации магнитной примеси. Аренда жилья – самый простой и доступный способ решения квартирного вопроса, но это также один из самых уязвимых сегментов с точки зрения различных махинаций и мошенничеств. Для того, чтобы найти жилье мечты, можно обратиться либо к риэлторам, либо к онлайн-сервисам в интернете. Однако, в обоих случаях квартиросъемщик рискует попасть в руки мошенников и потерять существенную сумму денег. О самых распространенных махинациях и способах обезопасить себя узнаете в нашем следующем сюжете. Конец весны и лета – традиционно самый выгодный период для поиска жилья. Это известно всем, в том числе и мошенникам, которые рады обмануть неопытных и наивных людей. В зоне риска как квартиранты, так и сами собственники. Но чаще всего обману подвергаются именно первые. Стоит помнить, что недвижимость – один из самых выгодных способов вложения капитала и широкое поле деятельности для инвестирования бизнеса. Именно поэтому рынок жилья очень привлекательный для различного рода махинаций. А сделки купли-продажи всегда связаны с определенными рисками. Мошенничество в отношении того, кто сдает. Здесь всегда было много злоупотреблений. Другой вопрос, мы всегда не дотягиваем до статьи 159. Я думаю, что всем нас слышно, что и наниматель может устроить сюрприз хозяина квартиры. Хозяин квартиры тоже может создать сложности нанимателя. Существует несколько классических схем, которые нужно знать каждому. Одна из первых – фейковое агентство недвижимости. Потенциального арендатора вынуждают заключить договор на оказание информационно-риелторских услуг, обещая подобрать идеальную квартиру с нужными условиями и очень выгодной ценой. Человек вносит предоплату и получает список телефонов собственников и адресов, по которым жилье либо не сдается, либо сдается, но уже совсем не то, что указано в продемонстрированных ему объявлениях. Деньги в этом случае вернуть не удастся даже через суд. В договоре, как правило, несколько позиций обыгрывается, что вам информация предоставлена. Второе, что вы заплатили за определенные услуги информационные. И третье, это за формирование договора. Классика жанра, когда три позиции, за которые платит человек и, соответственно, лишает своих денег. Одной из распространенных схем является и внесение предоплаты. В интернете выставляют объявления о сдаче квартиры с отличным ремонтом по цене ниже рынка. Однако, позже выясняется, что помещение якобы уже сняли, но есть другие варианты, правда, чуть дороже. В таких случаях, чтобы не упустить очередной хороший вариант, просят нести предоплату на банковскую карту для резервирования квартиры или оперативного просмотра. Но после оплаты выяснялось, что таких квартир просто не существует, либо адреса не настоящие, а деньги, переведенные на расчетный счет, давно сняты и израсходованы. Мошенник всегда заинтересован в том, что его предложение должно быть самым привлекательным. Цель, пока не выявили эту схему, пока не выявили этого человека, заработать на этом объявлении максимум. А излишняя привлекательность, если это объявление, это же некий средний уровень, выгоднее, чем все остальные, я думаю, его проверять нужно с особой чательностью. Еще один распространенный способ мошенничества – подмена адреса квартиры в договоре найма. Бывают ситуации, когда человек приезжает в квартиру, осматривает ее, подписывает бумаги и вносит оплату, а затем обнаруживается, что в договоре указан другой адрес. Причем по другому адресу квартира может вовсе не сдаваться, либо представлять собой непригодное для проживания помещение или, в лучшем случае, с худшими условиями. В этом случае также очень сложно доказать факт мошенничества, так как квартира-съемщик самостоятельно подписывает договор сложными данными. Если человек не посмотрел договор, опять же, это ошибка, это невнимательность, это чьи-то зономерные действия. Если это зономерные действия, которые приводят к большим потерям, когда теряются серьезные деньги, здесь мы говорим об уголовном преследовании. Как себя безопасить? Первый – читать внимательно, обращаться к специалистам. Второй – если все-таки это случилось, здесь уже, кроме как, уголовное преследование. Мошенниками зачастую выступают и сами собственники. К примеру, они требуют перевести аванс на карту до показа жилья, чтобы убедиться в серьезности намерений будущего квартиранта. Человек думает, что пара тысяч сэкономит ему впоследствии больше денег, но потом не может добиться ни показа квартиры, ни возврата аванса. Причем такой перевод никак не оформляется, поэтому вернуть деньги вряд ли получится. Нередко владельцы жилья предъявляют счет за царапину на антикварном стуле или плохо закрывающейся дверь в одной из комнат, даже если их наличие не было прописано в договоре. В итоге корыстный арендодатель предъявляет нелепые претензии, чтобы выселить съемщика и оставить себе залоговую сумму и арендную плату за месяц, а затем сдать ее новой жертве. Большинство жертв, которые попались на эту уловку, крайне редко обращаются в суд, поэтому чаще всего деньги остаются у собственников без каких бы то ни было оснований. Практика показывает, что доля раскрываемости дел, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости низкая, ведь чаще всего поиск участников мошеннических схем занимает много времени. Сложно и долго приходится доказывать умысел недобросовестности или мошенничества. Установить многих виновных и привлечь их к ответственности не удается, поэтому, по мнению экспертов, важно повышать свою финансовую и юридическую грамотность и быть в курсе о классических новых схемах мошенничества, чтобы не стать одной из жертв. Ирина Алтухова, Кристина Отекина, Универ Новости. Как стать хорошим собеседником? Как завоевать доверие и расположить к себе даже самого закрытого в общении человека? Как распознать ложь? О самых распространенных психологических трюках, которые помогут улучшить навыки в общении, расскажем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok глубокое и требующее длительного изучения. Поверхностное знание не сделает вас экспертом, но может пригодиться в повседневной жизни. Таких рецептов универсальных не существует, но определенно лучше воспринимаются люди, которые смотрят на собеседника, не отворачивают взгляд, которые говорят достаточно спокойным голосом, не проявляя в голосе агрессии, например, или какой-то подавленности, желание уйти от контакта. С ровным голосом говорят понятно, то есть не используют слов, выражений и сленга или каких-то научных терминов, которые непонятны собеседнику. Это неуважение, такое отстранение от собеседника, когда человек ведет себя так. Ну и люди, которые говорят конкретно. Выстраивание коммуникации чаще всего зависит от таких факторов, как обращение по имени, активное слушание, создание общих точек соприкосновения. Все они являются базовыми и во многом определяющими дальнейшее общение. Обращаясь к человеку по имени, важно сохранять баланс и не переборщить с повторениями, чтобы это не резало слух. Данный метод поможет сразу войти в круг доверия человека, потому что каждому из нас всегда приятно слышать собственное имя. При выстраивании диалога важно сохранять фокус на том, что уговорит человек, задавать вопросы по теме, показывать эмпатию и понимание, вести диалог в активной и оживленной форме. При несогласии с точкой зрения собеседника важно не оспаривать ее, а согласиться с позицией оппонента, но также высказать и свое мнение. Еще одним важным умением является выявление общих тем и интересов. Они не только помогают оживить беседу, так как всегда находят отклик, но и подкрепляют доверительные отношения. Хорошо помогают приемы так называемого активного слушания, когда вы киваете, когда вам что-то говорят, показывая таким образом, что вы внимательно слушаете и понимаете, о чем идет речь. Ну и скорее вербальный прием хорошо помогает, когда вы кратко подытоживаете сказанное и задаете какой-то уточняющий вопрос. То есть правильно ли я понимаю, что для вас важно то-то и то-то, я бы хотел уточнить вот что. При выслушивании реплик собеседника одно из главных правил – сохранять зрительный контакт, показывая вовлеченность в беседу одобрительными кивками головы и фразами согласия. По взгляду можно многое понять о собеседнике, его настрой, заинтересованность теми, мысли и отношения к вам. Зрительный контакт помогает установить эмоциональную связь с другим человеком и выразить свое внимание. Это создает атмосферу доверия и уважения, что способствует более глубокому и эффективному общению. Если нужно расставить акценты или наоборот смягчить сказанное, также активно используют глазную мимику. Зрительный контакт – это показатель внимания, когда вы на меня смотрите, я понимаю, что я сейчас важен для вас и важно для вас то, что я говорю. Значит, вы внимательны ко мне, по крайней мере, я так предполагаю, если вы смотрите на меня. Правда, это палка о двух концах, потому что если зрительный контакт поддерживается в несоответствующей ситуации, например, в ситуации, где не предполагается тесного общения, в автобусе, например, или на улице, где люди просто встретились случайно, и слишком долго, например, поддерживается, то это может выглядеть как вызов, то есть это может вызывать негативные эмоции. Еще одним из основополагающих элементов общения является невербальное поведение. Порой язык тела говорит больше слов. Многие слышали о том, что важно следить за стопами собеседника. Ноги зачастую говорят о намерении уйти от диалога. Также скрещенные руки и ноги говорят о закрытости и нежелании общаться. Как же вести разговор с помощью тела? Есть известный метод, при котором нужно считать язык тела и манеры говорящего и непринужденно скопировать его. Правильные жесты помогают структурировать сказанное, а мимика усиливает эмоциональную окраску слов. Это может быть подстройка по движению, двигаться так же, как другой человек. Это может быть подстройка по речи, говорить быстрее, если он говорит быстро, или наоборот, медленнее говорить, если так говорит ваш собеседник. Есть вариант подстройки по дыханию, когда вы наблюдаете за тем, как дышит человек. Все эти методы можно использовать отдельно, либо в совокупности. Главное – помнить о чувстве меры. Каждый из нас может стать прекрасным собеседником, для которого не будет проблем завести разговор и найти отклик в сердцах оппонентов. Но все начинается в первую очередь с внутренней уверенности, стойкости духа и открытости. Кристина Нырова, Кристина Отекина, Универ Новости. В Казанском федеральном университете обнародан очередной приказ о зачислении иностранных студентов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Документ подписан ректором КФУ Ленаром Сафиным. Абитуренты зачислены в ряды студентов на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе, на программы бакалавриата и специалитета, научную и очнозаочную форму обучения. Также стало известно о зачислении иностранных граждан, поступающих в рамках отдельного конкурса на программы магистратуры на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе. Они будут обучаться на очной и очнозаочной формах обучения. С полным перечнем приказов о зачислении в Казанском университет можно ознакомиться на сайте приемной комиссии. Студенческий образовательный форум Лига Форум Лето впервые прошел в Альметьевске и объединил 300 студентов из Республики Татарстан и России. В течение четырех дней участники смены Лига профессионалов принимали участие в серии спортивных и культурных мероприятий, имели возможность для сотрудничества обмен опытом и создания новых проектов. Форум направлен на создание возможностей для самореализации молодежи и соответствует целям национального проекта – образования. Министр по делам молодежи Республики Татарстан Ренат Садыков подчеркнул, что Альметьевск был выбран местом проведения форума не случайно. Он выразил благодарность администрации города и руководству Альметьевского государственно-технологического университета, высшая школа нефти, за предоставленную площадку. Участниками смены стали руководители старостатов, лидеры патриотических объединений, активные участники добровольческих движений, представители медиа и предприниматели. В смене Лига профессионалов приняли участие 8 студентов Казанского университета. На этом все. В студии был Данила Васильев. Сюжеты из выпуска сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok